Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас рад приветствовать на своем канале. Присаживайтесь, добро пожаловать! Ну что, давайте начинать разбор нашей сегодняшней карты. А это, несмотря на мою улыбку, одна из самых страшных карт в колоде Гюставо Дере и в классике также. Это Десятка Мечей. По праву и поистине считается, что она очень неприятна. Что это карта, которая сулит множество всевозможных бед. И чисто визуально в классике она и выглядит как таковая, что человека просто-напросто убили. Но все мы с вами знаем, что карты не бывают однозначно хорошие и плохие. Хотя здесь изображенный сюжет весьма мрачный. Кстати, как и в колоде Гюставо Дере также. Но мы поговорим с вами и о том, а какие же позитивные значения можно вынести из этого органа. Если, конечно, таковые имеются. Я уверен, вы знаете, что имеется. Найдем парочку, как минимум. Но давайте обратим внимание на ту карту, которую мы разбираем сегодня. Посмотрите, пожалуйста, на гравюру. Она несколько нам расширяет пределы понимания того, что происходит в кадрах самой карты. И посмотрите на название сегодняшней лекции. Синяя борода. Да, думаю, вы догадались, что речь идет также о сказке, которую некогда написал Шарль Перро. Мы сегодня зачитаем с вами эту сказку. Задача, как и прежде, создать большой обширный образ, который поможет нам глубже погрузиться в сам этот аркан, вытащить оттуда те значения, которые там спрятаны. Чтобы нам легче было запомнить, что же кроется за этой картой. И когда она выпадает в раскладах, у нас был также в голове, как минимум, еще один образ, созданный Шарлем Перро, и который мы будем сегодня с вами обсуждать. Смотрим на гравюру и видим, что она расширяет нам пределы карты. Что мы наблюдаем? Ну, кроме этого замысловатого грифона, который находится с одной стороны, а с другой мы видим девушку, которая в таком обморочном припадке, наблюдая за тем, как совершается убийство. И кто, конечно, помнит сюжет самой сказки, то он уже знает, о чем идет речь. Для тех, кто не помнит, спойлерить не буду. Станем читать. Все нам прояснится. Предлагаю, в общем-то, и переходить к чтению, а потом к глубинному разбору карты, что мы и всегда с вами делали. Жил когда-то очень богатый человек. Ему принадлежали красивые дома, золотая и серебряная посуда, расшитая мебель, позолоченные кареты и многие другие богатства. Но, к сожалению, его борода была синего цвета. А в те времена это очень пугало всех, кто его видел. Неудивительно, что и называли его не по имени, а синей бородой. У дамы, жившей по соседству, было две прекрасные дочери. Синяя борода посватался к ним и предложил им самим решать, которая из них пойдет за него замуж. Девушки были расстроены. Кроме всего прочего, их пугало, что он уже женился ранее на нескольких девушках и что никто их после этого не видел. Синяя борода, желая дать им возможность узнать себя поближе, повез их вместе с матерью и самыми близкими своими друзьями в один из загородных домов, где и провел с ними целую неделю. Гости гуляли, ездили на охоту, на рыбную ловлю. Танцем и развлечением не было конца. Словом, всем было так хорошо и весело, что младшая из дочерей скоро перестала замечать чудаковатую бороду, а разглядела в хозяине приятного и учтивого кавалера. Как только все вернулись в город, тотчас сыграли свадьбу. По прошествии месяца Синяя борода сказал своей жене, что он вынужден отлучиться по важному делу на срок не меньше, чем шесть недель. Он попросил ее не скучать в его отсутствие, а напротив, всячески стараться жить в свое удовольствие. Вот ключи от двух главных кладовых. А вот ключи от золотой и серебряной посуды, которые не каждый день на стол ставятся. Вот от сундуков с деньгами. Вот от ящиков с драгоценными камнями. Вот, наконец, ключ, которым все комнаты отпереть можно. А вот этот маленький ключик отпирает коморку, которая находится внизу. Можешь отпирать, всюду входить. Но запрещаю тебе входить в ту коморку. Запрещение мое настолько строгое, что нет такой беды, которой ты бы не должна была ожидать от моего гнева. Если нарушишь мои указания. Супруга Синей Бороды обещала в точности исполнить его наставление. А он, поцеловав ее, сел в карету и пустился в путь. Соседки и приятельницы не стали дожидаться приглашения, пришли все сами. Настолько великого было их нетерпение увидеть собственными глазами те несметные богатства, какие, по слухам, находились в ее доме. Они боялись прийти, пока муж не уехал. Синяя Борода их очень пугала. Они тотчас отправились осматривать все покои, и удивлению их не было конца. Таким все им показалось великолепным и красивым. Только молодая хозяйка совсем не была рада зрелищу несметных богатств. Ее мучило желание отпереть коморку. Так сильно было ее любопытство, что, оставив гостей, она вдруг бросилась вниз по потайной лестнице, прибежала к дверям коморки и, дрожа как лист, отперла ее. Сперва она ничего не разобрала. В коморке было темно, окна были закрыты. Но, погодя немного, она увидела бездыханные тела прежних жен синей бороды. От сильного страха рука дрогнула, и самый маленький ключ выскользнул из ее руки, упав прямо на пол. Наконец она опомнилась, подняла ключ, заперла дверь и пошла в свою комнату отдохнуть и оправиться. Но она до того перепугалась, что совершенно никак не могла прийти в себя. Она заметила, что ключ от коморки запачкался. Она вытерла его раз, другой, третий, но пятно не уходило. Как она его не мыла, как не терла, даже песком и толченым кирпичом, пятно оставалось. Ключ этот был волшебный, и не было возможности его вычистить. Пятно с одной стороны сходило, а выступало с другой. В тот же вечер вернулся синей бородой своего путешествия. Он сказал жене, что по дороге получил письма, из которых узнал, что дело, по которому он должен был ехать, решилось в его пользу. Жена его всячески старалась показать, что она очень обрадовалась скорому возвращению своего супруга. На другое утро он спросил у нее ключи. Она подала их ему, но рука ее так дрожала, что он без труда догадался обо всем, что произошло в его отсутствии. «Почему ключ от коморки не находится вместе с другими?» «Я его, должно быть, забыла у себя наверху на столе». «Прошу, принеси его». После нескольких отговорок и отсрочек она должна была наконец принести роковой ключ. «Это от чего пятно?» «Не знаю, от чего». А сама побледнела, как полотно. «Ты не знаешь?» «Ну так я знаю!» «Ты хотела войти в коморку?» «Хорошо же, ты войдешь туда и займешь свое место возле тех женщин, которых ты там видела». Она бросилась к ногам своего мужа, горько заплакала и начала просить у него прощения. Кажется, камень бы тронулся мольбами такой красавицы. Но у синей бороды сердце было тверже всякого камня. «Ты должна умереть! И сейчас!» «Коле уж я должна умереть!» сказала она сквозь слезы. «Так дай мне минуточку времени Богу помолиться!» «Даю тебе ровно пять минут и ни секунды больше!» Он сошел вниз, а она позвала сестру свою и сказала ей, «Сестра моя, Анна, поднимись, пожалуйста, на самый верх башни, посмотри, не едут ли мои братья!» «Они обещали навестить меня сегодня!» «Если ты их увидишь, то подай им знак, чтобы они поторопились!» Сестра Анна поднялась на самый верх башни, а бедняжка гримычная время от времени кричала ей, «Сестра, Анна, ты ничего не видишь!» А сестра Анна ей отвечала, «Я вижу солнышко ясное и травушку зеленую!» Между тем синяя борода гневно кричала и приказывала жене немедленно спуститься. «Одну минуточку!» отвечала она и прибавляла шепотом, «Анна, сестра Анна, ты ничего не видишь?» Она отвечала, «Я вижу, я вижу большое облако пыли к нам приближается!» «О, это братья мои!» «Ах, нет, сестра, это стадо баранов!» «Придешь ли ты, наконец?» кричала синяя борода. «Еще маленькую секундочку!» отвечала его жена и опять спрашивала, «Анна, Анна, ты ничего не видишь!» «Я вижу наших братьев!» «Я подаю им знак, чтобы они спешили как только возможно!» Но тут синяя борода поднял такой гам, что стены дома задрожали. Бедная его жена спустилась вниз и бросилась к его ногам вся в слезах. «Это тебе не поможет!» «Пришел твой смертный час!» И он замахнулся на нее!» Бедняжка обратила на него свои погасшие глаза. «Дай мне миг!» «Еще только один миг с духом собраться!» «Нет!» «Нет!» отвечал он и поднял уже руку. Но в это мгновение такой ужасный стук поднялся у дверей, что синяя борода остановился, оглянулся. Дверь разом отворилась и в комнату ворвались два молодых человека. Выхватив свои шпаги, они бросились прямо на синюю бороду. Он узнал братьев своей жены и бросился убегать. Но братья нагнали его, прежде чем он успел забежать за крыльцо. Пришло время, и девушка вышла второй раз замуж. На этот раз за весьма честного и хорошего человека. С ним она забыла все горе, которое пережила, будучи женою синей бороды. Вот такая необычная и мрачная сказка, честно говоря, когда читаешь к ней рецензию, что она предназначена для детей младшего возраста, удивляешься. А мы еще удивляемся, почему современные компьютерные игры столь жестоки и запрещаем их своим детям в них играть. А тут, найдите, пожалуйста, сказки. Я нисколько не сомневаюсь, что, наверное, несколько сотен лет назад родители также запрещали читать подобные сказки детям самостоятельно. Это сейчас нам эта история кажется несколько фантазийной и сказочной, потому что и здесь рыцари присутствуют, и какие-то замки, и синяя борода. по большому счету это какой-то остросюжетный фильм, согласитесь. Сценарии вполне подходят под какой-то хоррор или ужастики. И единственная какая-то мистическая вещь это та самая синяя борода, которая есть или была у этого мужчины и ключик, который никак не отмывался от крови. Ну, что, впрочем, и добавляло некого такого ужаса и мрака. Десятка это конец, это полнота, это финиш ситуации, стадии, какого-то развития на данном временном отрезке. Если вспомнить старшие арканы, то там тоже есть десятый аркан. Помните, да? Это у нас колесо фортуны. А вы же помните, что колесо фортуны на то она и фортуна, что она может нас как поднять на самый верх, так и сбросить с пьедестала первенство и порой прибатав жестокий урок. И в этом смысле всеми десятками управляет колесо фортуны. А его то самое колесо можно разделить на четыре сектора. Так, весна это у нас жезлы, лето кубки, осень пентакли, ну и зима соответственно мечи. Вот о мечах мы как раз и будем сегодня говорить подробнее. Если у человека или в ситуации все хорошо, то карта предвещает столкновение с тяжелыми обстоятельствами. Ну, в смысле в том, что хорошему пришел конец, финал. А если сейчас все плохо, то это может быть окончание неприятностей. Но это не про нашу девушку, здесь у нее был первый сценарий. Так или иначе, это конец рассматриваемого периода, обстоятельств, условий и так далее. А вот уже хорошо это или плохо зависит от точки зрения и от того, с кем это случается. Ведь в случае с нашей девочкой это самая десятка для нее было как завершение чего-то плохого, а для синей бороды как завершение чего-то хорошего. поэтому тут уже как эта ситуация для кого что означает и с какой стороны на нее посмотреть. В колоде есть несколько карт, которые так или иначе означают конец чего-либо. Например, аркан смерти. Но отличие в том, что по этому старшему аркану по смерти процессы проистекают скорее как-то ожидаемо, естественно, хотя и неприятно порой. А вот десятка мечей носит скорее такой искусственный характер, скоропостижный или даже форсированный, иногда насильственный или наступающий не в свое время. Снова таки, если по этой карте не совсем это понятно почему и от чего, то здесь сказка нам прямо об этом и говорит. Предлагаю вам напомнить несколько пунктов выучив и запомнив который раз и навсегда и задавая как вопросы каждому аркану даже из незнакомой колоды вы всегда сможете глубже и полнее раскрывать этот самый аркан. О чем речь? Сейчас поймете. Внутри и снаружи практически каждый аркан, каждая ситуация, которая происходит по нему, когда нам эта карта выпадает в раскладе, может описывать что-то внутреннее, что-то, что исходит изнутри, мысли, чувства, намерения какие-то, так и что-то внешнее, то есть когда складываются какие-то обстоятельства. Вот пример нашей девушки. Это, конечно, ситуация, которая сложилась снаружи нее. Это что-то, что выглядело в виде каких-то непреодолимых препятствий, которые обещали ей, что в буквальном смысле ее жизнь закончится, то есть конец какой-то ситуации. Внутри и снаружи, до и после. Что значит до и после? Аркан, какой предшествует десятому и какой следующий? Мы знаем, что перед этим была девятка. И вполне логичное развитие как раз и выглядит у нас. Я бы даже так сказал, что эта девушка, она и прожила у нас как минимум в последнюю свою ночь два этих аркана. Она прожила девятый предыдущий аркан. Помните девушка, сидящая на кровати и схватившаяся за голову? А следующий аркан десятка. Как логичное развитие той самой девятки. То есть прекращение тех страхов, прекращение тех мыслей, которые были внутри. Так или иначе, это все разрешилось утром, стало понятно. Страхом конец, приходит буквальный конец. следующая карта она у нас как бы отсутствует, потому что нет одиннадцатого аркана. В чем и особенность, что это уже финиш, это черта. Пришли к чему-то, приехали, приплыли, хватит, стоп, остановитесь, финито, не комедия, и так далее, и так далее. Да, можно сказать о том, что следующая карта скорее уже принадлежит придворным, но это не в буквальном смысле продолжение числовых арканов, но есть такое некое понимание, что это переход из числовых арканов и ситуативных в придворное, когда мы уже можем погружаться полнее в ситуацию и влиять на нее с какой-то определенной стороны. Если это па, что мы вправе только по большому счету выполнять приказания и учиться, у рыцаря появляется инициатива и возможность по-своему сделать то или иное приказание, но все же сделать, а вот король и королева они уже стоят скорее над ситуацией, дают распоряжение и могут на нее влиять полнее. Порой даже выйти из этой самой ситуации и смотреть на нее со стороны. как, например, был случай у нас в недавно разбираемом коте в сапогах, который хоть и принимал активное участие в формировании самой этой ситуации и судьбы маркиза Карабаса, но с другой стороны он как бы смотрел на это все со стороны и мог прекратить как король все это действо. Статика или динамика? Вот здесь кстати эти две карты несколько отличаются, потому что здесь мы в классике видим конкретно человека, который повержен лежит упитый, у него воткнуты мечи, то здесь разыгрывается прям такая динамичная сцена, схватили синюю бороду и вот момент, когда они протыкают его шпагами своими. Да, мы понимаем из контекста сказки, что это конец, что его убили и тот же финал по десятке, но все-таки карта несколько динамичная, поэтому обращайте внимание, какая у вас колода, это тоже может несколько отличаться, то есть здесь прям вот момент, момент, когда это происходит и прекращается, еще ощущается этот страх и ужас, а тут как будто бы он уже позади, как будто бы все, вот свершилось просто бац и конец. Есть такой момент, есть такой нюанс. Буквальное прочтение, и вот здесь как раз вот этот момент очень хорошо отыгрывается в этой колоде, потому что мы смотрим на нее и занимаемся таким вот цыганским прочтением оракульным описательного характера, когда мы считываем конкретно то, что изображено на карте, и тут уже могут быть отличия, могут быть разночтения, и это вносит свои коррективы в зависимости от того, какой колодой вы пользуетесь. Следующий пункт это символика. Символики, что в одной, что во второй карте не так уж и много, но ввиду того, что это классика, конечно, уже набралось какое-то количество, это и не так уж все кончено, на фоне мрачного черного неба мы видим восход солнца, кто-то говорит, что это закат, который вторит как раз убитому рыцарю, кровь, которая пролилась, красный плащ, мечи, которые именно в таком порядке воткнуты в тело человека вдоль его позвоночника, все эти нюансы, которые уже обсосаны со всех сторон, их обсуждали, переобсуждали, но тем не менее, как совет, обращайте внимание на ту самую символику. Масть, ну или знак зодиака, если говорить о масти, то это масть мечи, это у нас воздух, это, конечно, всегда, помните, начиная с туза, это какое-то рассечение чего-то, препарирование, как у врачей, то есть для того, чтобы добраться вглубь, вовнутрь, заглянуть, прояснить что-то, и, конечно, порой это чаще всего очень больно и неприятно, это холодно, это какая-то отстраненность, это дистанция, помните, как я уже говорил, это рука с вытянутым мечом, то есть не подходи ко мне, встань на почтенном, почтенном каком-то расстоянии, тогда мы с тобой побеседуем и выясним мы с тобой, может быть, даже и в виде той самой дуэли, поэтому мечи в целом холодная стихия, особенно, когда мы смотрим на взаимоотношения, особенно, когда мы смотрим на те вещи, которые касаются двух близких людей, что очень, кстати, хорошо и созвучно с этой сказкой, где в буквальном смысле произошли те самые мечи между Синей Бородой и его молодой женой. Если говорить о зодиакальном доме, и хотя мы не будем сегодня его полнее разбирать, но это в большей степени отражает десятый зодиакальный дом, это же у нас аркан башни, это у нас козерог и башня в виде того самого крушения, когда подъем наверх на какую-то вершину и потом резкое прекращение, как бы вот сбрасывание с той самой башни, разрушение ее до основания. И можно также еще, как отдельный пункт, сказать о магии числа. Число 10 является своего рода полнотой. Число 10 это как 10 пальцев двух наших рук. Здесь 5 и здесь 5. Это такая земная полнота, это какой-то максимум, который может быть, оно так сложилось исторически и в математике и в нашей жизни, что мы воспринимаем число 10 как некий какой-то полный цикл. Если мы уже будем разбирать эту карту глубже и полнее в наших четырех сферах, которые затрагивают или описывают всю нашу жизнь, то напоминаю, что саморазвитие это собственно и есть та самая масть мечей или воздух. Жезлы это у нас карьера и движение вперед вверх, огонь, кубки, это у нас будет взаимоотношение между двумя чаще всего противоположного пола людьми и пентакли это сфера финансов. Если мы говорим о саморазвитии, если мы говорим о тех самых мечах, то что мы можем развить в себе по этому аркану? Чему он может нас научить? Какие уроки преподнести? Личности, которая описывается десяткой мечей свойственна решимость. Она способна на отчаянные внезапные поступки резкие по отношению и к себе и к другим. Это как некая такая черта характера, как какая-то особенность человека, который действует по этому аркану. Это аркан, который может описывать человека в этой ситуации или ситуацию вокруг него. Но так или иначе присутствует та самая решительность. Это может означать также решение проблемы, но самым радикальным способом. Да, возможно, ты вытекаешься из максимализма, девиз которого помните? Все или ничего. Односторонне принятые решения, твердая рука опытного хирурга, даже если есть внутри сомнения, то на лице такого человека ни один мускул не дрогнет. Как у того синего бороды, который схватил меч, смотрел в глаза своей молодой жены, и ничего его не смущало в том, что он намерен сделать и прекратить, прервать жизнь этого прелестного чудесного создания. Но вот как способ действия этот аркан призывает нас лицом к лицу встретиться со своими внутренними страхами, образно говоря, посмотреть в глаза смерти. Девушка, которая в молящейся позе стала перед синей бородой, она в какой-то момент поняла, что некуда откладывать эту самую девятку мечей. Все, хватит мучиться, хватит терпеть, надо взять себя в руки, в первую очередь внутри себя, собрать всю свою волю в кулак, посмотреть в глаза синей бороды и понимать, что твои страдания прекратятся, так или иначе, они будут закончены. Тут уже неважно, успеют мратья и спасут тебя, или ты будешь просто убит этим самым синей бородой. Начавшиеся страдания, да, вот в девятке мечей, теперь в десятке они прекращены. Человек говорит, хватит и решительно останавливает то, что его терзало, что его пугало, что отягощало его жизнь, отравляло его душу, терзало его сознание. В течение сказки наша девушка побывала и в девятке мечей, в которой провела время с момента, когда она уронила ключ в кровь и до момента, до того самого часа, когда смотрела в глаза синий бороды, который держал ее за горло. Она понимала, что ее проблема решится. И даже если бы сказка не закончилась хэппи-эндом, то все равно десятка мечей вот в этой сказке она бы отыгралась сполна. В нашей истории девятка это вот как раз ночь перед казнью, а десятка вот это самое роковое утро. Итак, если как итог, что же говорит десятка в саморазвитии? Это способность на решительные действия, чтобы раз и навсегда решить ситуацию, как бы больно нам ни было, как бы нам ни было трудно, но всегда, слышите, всегда после смерти приходит новое существование. Когда мы говорим о саморазвитии, когда речь идет о том, чтобы раз и навсегда прекратить что-то, остановить, это воспринимается как смерть, то всегда после этой стадии приходит новая жизнь, приходит период восстановления, что в общем-то и случилось в жизни самой девушки. Можно смело сказать, что она пережила девятку, а затем десятку мечей, и после этого у нее началась новая жизнь, прекратилась ее проблема, она завершилась, и дальше все пошло по-другому, все пошло лучше в ее случае. Если мы поговорим о карьере, о продвижении вперед по карьерной лестнице, то в сфере работы это прекрасная карта, прекрасная, когда она предрекает вероятный будущий сценарий, а вот в случае текущих моментов от нее стоит ожидать крах проектов, потерю должности, разрыв партнерских отношений и даже увольнение. Конкретика вопроса и соседние карты в раскладе они помогут понять как ее трактовать вот эту страшную десятку конкретно в вашем случае, насколько она отыграется и что она покажет, на что она должна ответить, на какой вопрос, идет ли речь об увольнении, или речь идет о каком-то проекте или о заключении договора, или о потенциальной возможности что-то получить от наших партнеров, например, такая карта может говорить о том, красноречиво говорить о том, что вы можете получить. Поэтому соседние карты конкретика вопроса может говорить также в общем и целом о профессиональном выгорании, сильном перенапряжении, ситуации, когда надо сделать невозможное, выложиться на максимум, как говорится, сдохнуть, но сделать. Образно говоря, это может быть рабочая ситуация, когда, например, ваш стол, он просто вот доверху завален стопкой архивных папок за, скажем так, предыдущие 10 лет, и вы понимаете, что это надо сделать до завтра. И вот как раз это чувство по десятке мечей. Или ты убьешь эти папки, или они тебя добьют. Но из вас двоих утром только кто-то один останется жив. Финансы. Если мы говорим о сфере пентакли, о сфере инвестирования, о сфере зарабатывания, сохранения и приумножения денег, о наших каких-то возможных тратах, покупках, вложениях, в общем, все, что так или иначе касается материальных ресурсов. Может ли быть что-то ужаснее в финансовом плане, чем эта карта? Мы сейчас, конечно, обсудим с вами все значения по этому аркану, который касается сферы пентаклей, но сперва я бы хотел вам рассказать случай из практики совершенно недавний, который еще раз подтверждает, насколько важны соседние карты. Ко мне обращается девушка с вопросом примерно следующего содержания, выплатят ли ей дополнительную премию до отъезда в отпуск. Выпадает три карты, вопрос простой, выпадает три карты, средняя из которых является десятка мечей, которая по большому счету, она как бы разделяет ситуацию на до и после, а вот предыдущая карта, то есть которая идет до, она в большей степени показывала переживания девушки, показывала ее вовлеченность данной ситуации и о том, что она думает, а что же там и как оно случится. Затем идет десятка мечей и после десятки мечей карта спокойствия и умиротворения. Ни одна из них в этом раскладе, я не хочу называть конкретные карты, дабы не создавать какую-то шаблонность, но ни одна из них не говорила напрямую о деньгах, о финансовых каких-то приобретениях, о выгоде еще о чем-то. Но эта десятка, она четко разделила ситуацию на до и после. Она показала, что конкретно в твоем случае будет прекращение переживания. То есть они будут убиты, они будут завершены, вопрос будет решен целиком и полностью. Так и происходит. Спустя какое-то время девушка пишет, что да, ей премию выплатили до отъезда в отпуск. Вот так она может отыграться в финансовом вопросе, показывая, что и наоборот это может быть конец переживания. как вы поняли, важен и вопрос и соседние карты. Но в целом, в общем, это конечно аркан не про деньги, точнее про их отсутствие. И в худшем варианте может означать разорение, банкротство. Вот как совет на будущее прекрасная карта, воспользовавшись которой можно избежать потерь и возможного какого-то краха. может говорить о конце трудного периода, как в случае, пусть это был небольшой какой-то промежуток в случае с моей клиенткой, выплатит ей или не выплатит, но в целом может касаться какого-то действительно тяжелого трудного периода безденежи, например, что ему приходит конец. Особенно, когда последующие расклады, либо карта уточняющая, или карта, которая отвечает за то, что будет после, говорит о том, что после будет все хорошо. Если мы говорим с вами о отношениях, что эта карта может о них сказать, как она их может описывать, увы, конечно, но по отношениям вот этому аркану нельзя сказать, что это приятная карта. В принципе, и все остальные, и все другие мечевые арканы не особо дружат с кубками. Да, они вносят ясность, да, все проясняют, но от них так больно сердцу порой, а в десятке вовсе налицо разрыв и прекращение отношений, вот он, тот самый, причем окончательный разрыв, прям меч в спину, тут и предательством пахнет, и холодным сердцем, которому совершенно чужды слезы несчастной девушки, у этого, у синей бороды, сердце из камня, помните, любое бы другое сердце сжалось бы от боли и сжалилось к этой девушке, но не у синей бороды, вот здесь и происходили взаимоотношения между двумя близкими людьми, и мы видим характер этих отношений, мы видим диаметрально противоположных два человека, два сердца, одно из которых каменное, а второе, которое сжимается от боли и обливается кровью, умоляя и прося пощадить и не убивать, но синяя борода не знает пощады, синяя борода, на то он не синяя борода, что у него нет сердца, и он готов был воткнуть, здесь на карте видно, на гравюре этот большой нож сердца той самой девушки, это конец, и примирение невозможно, во всяком случае, в прямом значении карты, мы дойдем сейчас до реверса, но вот в таком это конец, это финал, кстати, позитив, который может быть, да, в этом аркане состоит в том, что это прекращение какой-то невыносимой ситуации, о, а это мы уже получается смотрим на ситуацию глазами девушки, когда прибежали вот этих два самых ее рыцаря брата и убили синюю бороду, то есть для нее эта десятка обернулась так, что это было прекращение невыносимых отношений, невыносимой ситуаций, как в случае вот с нашей девушкой прекращение токсичных отношений, я бы даже сказал, что здесь синяя борода выступает в роли такого явного абьюзера, да, который вот так вот создал такие условия, как будто бы он не знал, что она непременно захочет открыть эту самую коморку потайную дверцу, с одной стороны может показаться, что мы должны осудить эту девушку, у нее столько богатства, столько было всего, могла чем угодно пользоваться, но только не заглядывай в ту комнатку, но это же явное манипулирование человеком, ведь он знал, что на это заглянет, он был уверен, потому и раньше вернулся, чем вам не абьюзер, вернулся, чтобы ее потом убить, потому что знал, что она уже побывала в той комнатке. Если мы поговорим с вами о перевернутом значении этой карты, то в принципе самое очевидное, что должно нам сказать по этому положению, что не все еще кончено, как будто бы еще не все потеряно. Это знаете, как герои комичных фильмов в него целую обойму выпустили, а вот он и так падает, и так падает, потом встает и никак он не может умереть. Бывают такие фильмы индийские в Болливуде, то есть человек уже и машина переехала, и танк в него выстрелил, и что с ним только не случилось, а он живее всех живых, никак он не может умереть. Такой человек с упоением играет роль мученика и жертвы, и оплакивает свою ужасную и несправедливую жизнь. Кстати, очень сильно переоценивая свои проблемы. Не так все на самом деле страшно, как ты хочешь порой даже самого себя внутри убедить, или можешь отыгрывать эту роль внешне. В перевернутом значении этот орган также может отыгрываться как что-то внешнее, то есть снаружи или внутри. Вот если мы говорим снаружи, то внешние какие-то обстоятельства, они подталкивают к принятию решения, но человек он как бы прячется в ракушку или голову в песок, как страус. А с другой стороны, если человек внутри полон решимости и радикальности, но внешне еще ничего не готово, тогда не к месту его порывы. И там и там какая-то незрелая, неготовая ситуация, неполноценная по десятке. Вот отсюда, что-то внутреннее, что-то наружное. Также может быть по энергетике недобор по этому органу или перебор. Если недобор, то это как нехватка решительности и как результат неспособность завершить то, что требует завершения. А перебор может говорить о поспешности принимаемых решений. И как результат прекращения того, что можно было бы еще исправить, не убивая человека, можно было бы еще что-то порешать. Тоже вот эти моменты, обращайте на них внимание. Если не пользуетесь перевернутыми значениями, только прямыми, то лишь соседние карты и понимание вопроса поможет вам вытащить значение из этого аркана как недобор или перебор. Насколько человек решительный и поспешный будет, или же наоборот, насколько он будет медлительный. не спешить что-либо предпринимать. Вот такой у нас сегодня с вами аркан. Он, конечно, страшный и ужасный, и такая же мрачная и страшная история, произошедшая в этой сказке. Да, счастливый конец. Для кого? Нет, не для синей бороды, для девушки. Но и урок для нас здесь тоже содержится. Как и то, как некое может быть резюме подведения черты под сегодняшней лекцией. Можно сказать, что необходимо находить в себе смелость окончательно расстаться с тем, что надоело, что отжило свое. Необходимо найти силы попрощаться со своим старым я, оставить прошлое позади и посмотреть, как эта девушка страхом в глаза. А с другой стороны, можно посмотреть на этот аркан как на предупреждение, не рубить с плеча и хорошенько подумать, прежде чем прекращать что-либо. Ну, как бы там ни было, я желаю вам контролировать ситуацию и самому решать проблему, а не позволять, чтобы эта проблема решала вас. Я желаю это и вам, и вашим клиентам, чтобы вы им помогали правильно выходить из этой ситуации. если не хватает в жизни решимости выйти наконец-то из девятки мечей, которая давит своим страхом, своим депрессивным состоянием. соберись тряпка и прими это волевое решение. Мы не спешим таких ситуаций, они непременно будут в жизни. Важно уметь правильно из них выйти. Страшно не упасть, страшно не подняться. Желаю подниматься как можно быстрее. Большое спасибо за то, что продолжаете мне смотреть, делиться моими видео, комментировать их, оценивать вашим лайком. Желаю вам удачи и всем до свидания.